Субтитры сделал DimaTorzok И у нас Сайберия И чтоб я так жил всю свою Нет, чтоб мои враги так жили Короче Так, эта штука нам не нужна Короче, да, не хочу использовать Я уже в это играл, ребят А знаете, что случилось? Начал я записывать Сайберию Записываю я ее такой Кейт, о, Крослановья, кость наша Мамонтова Ты жирный боров Иди отсюда Не видишь, тут ты слишком тяжелый Так вот Играю я такой, играю Минут сорок где-то, играю, играю И тут у меня Вот в этом углу, нижним правом Выскакивает такой, знаете, белый прямоугольничек Такой, ты-ты-ты-ты, несколько раз моргает Я думаю, опа, что это такое? А что случилось? Ну Останавливаю запись О, сова Скажи у Сказала Так, тут у нас рыба лежит Вот Сворачиваю, значит Выключаю запись Сворачиваю игру И вижу такую интересную надпись Обнаружено новое оборудование Я такой Хм Что же это за новое оборудование такое? Ну, то есть у меня компьютер периодически подключивает В силу своего возраста Вот Лезу, значит, туда А уже, знаете, такое вот Легкое подергивание Века такое начинать Вон, там Бобер Которого спугнули Эта собака делает то, что и вздумается Кстати, я уже сравнил эту Долбаную Икл Юки По-моему Юки с хасок писали Если кто знает, кто такие хаски Кто не знает Погуглите Абсолютно безбашенная псина Мерзавец Зачем же пугать бедного бобра? Действительно Вот И, в общем, в новом оборудовании написано Микрофон На вот эти наушники Я так Смотрю на свои наушники Они такие, знаете Мирно так Моргают Зеленым светом Да, вот здесь мы Берем сухую Такой большой лес Так мало сухого дерева Тут мы берем хворост Вот там мы рыбу ловить будем О Эй У подножия водопада Расположен какой-то дом А вот это я, кстати, не обратил внимание Что-то можно посмотреть на него Вот Наушники и микрофон Моргают зеленым цветом То есть, если Что-то не так Микрофон или наушники Начинают моргать красным Так или иначе А тут зеленым И что я вижу в записи А микрофон Все это время не фурычил Наушники звук давали А микрофон не работал 40 минут Просто, вот знаете У меня, конечно, возникла мысль Что, типа, знаете Оставить эту видеозапись Просто начать Так сказать Включил микрофон Ну, оборудование Нашлось, все Ну, типа, знаете Потом звуковую дорожку Просто сверху Наговорить что-нибудь Но я как-то такое пробовал И Ну, что-то у меня не очень получается Откровенно плохо Так, тут мы разжигаем костер Вот, то есть это я все уже Поэтому я буквально только что Это все проходил Бегу сейчас по новой Естественно, только уже без поисков И так далее Там будет довольно смешной квест с рыбой Нелепой Как обычно Буквально Вот очень скоро Рыбой мы отвлекаем Нашего балбеса Пушисто задового Ой, блин Ну, это вот Я не знаю Это В итоге, короче говоря Я психанул Когда это все обнаружилось Пока установилось оборудование И сходил спокойно Вынес мусор Купил себе здоровенный бутерброд В местном Жарь-свежаре С курицей Вот Сэндвич Пришел домой Уплотнил этот сэндвич Ну, добавил туда всякого Знаете, у меня такая Есть забавная тема Покупаешь какой-нибудь сэндвич А потом улучшаешь его В домашних условиях Вот Съел его Так сказать Подошел к компьютеру О, Юки Айди сюда Иди сюда Жопа голодная Вот Съел еще раз записывать Сытый С чувством Выполненного долга Ну, мусор же вынес А в это время Бобар Эту собаку Надо наказать Это точно Обратите внимание На Юки Сейчас смотрите Оп-оп-оп-оп Вообще пофигу Мороз Балансировка идеальная Блин Я более чем уверен Что эта скотина В состоянии была переплыть Эту речку Вообще не заморачиваясь Учитывая, что он потом Тут будет творить Так Да, по-моему сюда Тут по-моему Тут пока еще Одна дорога 3.30 Какого черта Он там делает? Звонок Кентин Где ты был? У меня занятия У меня есть дела Поважнее Чем ждать Твой телефонный звонок Я в глухом захолустье Мистер Марсон Но похоже на правильный пути У меня есть веские основания Полагать, что Кейт Уокер Здесь В этой деревне Или же неподалеку от нее Найди, Кентин Верни ее Делай что угодно Но верни ее сюда Понял? Положите на меня, Марсон Так Так, давайте сначала сюда Ознакомимся, так сказать С местностью Ну типа мы ж тут не были Ну ладно Вы не были Я-то был Тут у нас вот такой вот Забавный мостик Такой узел Мне никогда не развязать И вот такая забавная штука Не дотянуться до ветки Эээ, стоп-стоп Подождите Как так? Ошибка Блин Первый раз я тоже Никуда пошел Тут есть один момент Просто на который Ну, желательно все-таки Посмотреть Вот тут вот Вот ты такой идешь По лесу, идешь А там Опа Волк Нормально, да? Ситуация, да? А там Опа Волк Вообще непонятно Зачем это сделано Вот это все То есть Ну Просто на волка посмотреть Видимо Юки просто Пинком Отодвинулся С дороги Че, куда он ушел Вообще непонятно Он исчезает Тебя, казалось бы Должен тебя захавать Блин, это Кейт Она безоружна Что она сделает Волку? Гениальный дом Именно такие строили В те времена В Российской Федерации С такими вот Окнами гигантскими Да-да-да О, мама звонит Кейт Кейт Кейт, дорогуша Это мама Мама Ох, я уже от волнения Валюм стала принимать Дорогуша Когда же ты оставишь Эти скитания? Ты же знаешь, что Босс уже ищет тебя Я пока домой не собираюсь Кейти Нельзя же тратить на это Всю жизнь Вот что я хочу сказать Ситуация не изменилась, мам Все по-другому О, боже, Кейт Ты совсем рассудка лишилась? Возможно Точно не знаю Боже мой, Кейт Пока, мам А Кейт-то намного жестче стало, а? Обратите ваше внимание Намного жестче Это здорово Эй, жопа пушистая Давай бегом Так Тут у нас Тут у нас Тут у нас Можно посмотреть в окно Посмотрели Можно вот сюда Взять таинственную матрешку Еще кое-чего Уж не знаю нахрена Вот Книжку про Баловс Тут прочитаю Оранжевый лосось Другие названия Золотой лосось Латинские названия Сальмо Араусио Размеры 20-30 дюймов Длину и вес 5-12 фунтов Да, Российская Федерация У нас все в дюймах и фунтах Футов Фунтах и футах Подожди Вес Футов Подождите Ну ладно Морской лосось уже через 3 года Может весить более 12 фунтов Тут футов Тут фунты Смешно Внешний вид Молодой лосось похож на форель Но чешуя у него более золотистая И тонкая, чем у форели У лососи небольшой рот А хвостовой плавник Не такой широкий, как у форели Нижняя челюсть слегка изогнута Взрослую особь легко отличить От обычного лосося По ярко-оранжевому цвету тела Реал обитания Реки озера с холодной водой Пища Лосось плотая И одна рыба Достаточно требовательная По отношению к цвету добычи Любимой пищей является зеленой лягушки Повадки Эта редкая рыба встречается В наиболее насыщенных кислородом Реках Сибири После 1-2 лет жизни В реке Рыба достигает устья реки После чего выходит в открытое море Перед тем, как снова вернуться в пресные воды Удачам лососим удается повторить этот цикл Несколько раз Но на своем пути Они встречают большое количество хищников Самым опасным из которых Является бурый медведь Размножение с ноября по январь Характер агрессивный Предпочитает затемненные участки С сильным течением и водопадом Продолжительность жизни 8 лет Употребление не в пищу Эту рыбу очень легко поймать Она обладает отличными Фокусовыми характеристиками Это грубо говоря Нам все нужно И топор Тут Короче Тут на нас нападает медведь Ну не прямо здесь А вот ты когда выходишь из домика В обратную сторону На нас нападает медведь И мы должны тем самым лососем его накормить Лосось ловится вон там Уж извините Я не буду повторять все это так Как это должно выглядеть Ну блин Побыстрее Время терять Вот То есть мы сюда такие выходим Там удочка внизу Мы подобрали Если что Это Почему-то называется аквариум Это сумочка Но это короче для рыбы Переноска Самое Странное Что Кейт здесь ловит рыбку По одной штуке То есть буквально Просто по одной штучке Берем вот эту наживку И ай да пошел Наживка Если кто не разглядел Правая Крайняя Верхняя Самая маленькая Самая желтая Нет по моему Это не то что надо А нет пожалуйста Сходу прям по моему То что нужно поймали Но сейчас мы парочку ребешек Все таки Юки Скормим Ибо нефиг Пусть сытый бегает Я не жадный Да Вот тут очень И тут очень долгая Анимация Вот здесь вот Видите Все она это повторяет Думаю тебе не терпится Задействовать свои зубы А? Давай Давай Давайте Рыбку Юки Пушистая жопа Доволен Видите я говорю В чем проблема Именно очень Очень медленная Анимация Очень много действий Вот она встала Подошла Что-то сделала Сюда попробую Интереса ради Вообще я ловил Опять же В правом углу То есть Правая наживка Правый угол А ну вот видите Сейчас Какой-то другой попался Скорее всего Синий какой-нибудь А или зеленый А зеленый вообще Вот сейчас Для так сказать Погружения в атмосферу Обратите внимание Как замателела Наша Кейт Уолкер Ловит рыбу Сама ее Так сказать Снимает с крючка Не боится всего этого А раньше Ой фу Это бревнышко Такое грязное Ой фу Я это делать не буду Да-да-да Зеленый лосось Приятного аппетита Я тут чай пью С медом Если что Так сказать Лечусь народными средствами Блин Мед Малины нет К сожалению Приходится чисто медом И лимончиком Ну а еще один раз В левую сторону Если опять будет не оранжевая Значит скормим юки И следующую уже Вылавливаем оранжевую Идем медведя кормить Да ладно А нет Что-то поймало Тут еще фиолетовые Вводятся Синие По-моему сейчас Синевые поймал Да уж Была бы игра По-современней Тут было бы Охреново тучи Достижения Поймать такого лосося Поймать такого лосося Как в этом В Гривиард Кипере Поймайте Блин Золотую рыбку Хе-хе Черт Ведь поймал В свое время Одна из немногих игр Гривиард Кипер Где у меня Все достижения В стиме получены Кстати смотрите На моем канале Она есть Правда там звук говно Честно говоря Я тогда еще не научился Работать с шумоподавлением От слова совсем Поэтому Да И серии слишком длинные Ну Больше часа Я имею ввиду И даже больше Полутора часов есть Это минус Согласен Это огромный минус Но Игрушка интересная Оф Ты морячка Я моряк Ты рыбачка Я рыбак Ты на суше Я на норе Мы не встретимся Никак Есть какая-то Стебная версия Этой песни Не могу ее вспомнить И оранжевый И оранжевый Ладно Мелкому скормили Целых три рыбешки Хватит Я конечно понимаю Что этой Тушке нужно Таких рыбин Я думаю С десяток Не меньше А медведю Так вообще Сразу полцентинера Надо вываливать Из окошка Но местные Медведи Скромные Они Так сказать Привыкли Видать что Жизнь Говно Жрать нечего Поэтому Сейчас мы увидим Невероятную Абсолютную ситуацию А именно Сейчас мы такие Выходим Но мы же ничего Не ожидаем Такие Юки Иди на улицу А Юки Такой Да ты что С ума сошла Чтоб я туда пошел Ну что Твои лапы мерзнут Ты же не хочешь Уходить Смотри Просто зайди О тапоч Здрасте Здравствуйте Я представитель Единой России Голосотел Нашего Кандидата Единая Россия Пришла Ладно И вот смотрите Сейчас вот эта Гигантская туша Уйдет от одной рыбки От одной Понимаете Кстати Я вот не пробовал Чего это Если им кидать Не ту рыбу Потому что Там-то написано Что бурый медведь Очень любит Этого оранжевого лосося Я еще вначале Пытался красного выловить Потому что Если помните Он словно В рай попал Его любимая еда Я когда Первый раз сюда пришел Соответственно То есть 40 минут назад Я не увидел Вот эту полку С топориком С куклами С вот этой книжкой Я ориентировался На запись этого Алексея Туканова Тукьянова Как он там правильно Из монастыря Там же было написано Что юки и медведи Жрут красного лосося Типа тоннами Вот Я пытался выловить Красного лосося Но при этом Как бы Я так попробовал Несколько раз Штук 5-6 рыбешек Скормил этому юки Думаю Блин Ну что-то не так Не может такого быть Чтобы в рыбачьей Этой избушке Не было никакой Литературы по рыбе Есть только один способ Перебраться через этот провал Начинаю искать Нахожу эту полку И там написано Красный А там написано Оранжевый точнее При этом что я Оранжевый Я до этого ловил И скармливал его Юки Ну в итоге Очень сложно Это точно Юки довольный Валяется там На снегу Видите Он молодец Если бы эта собака Поддавалась Драссировке Можно было бы Дать ему веревку И просто вот эти С стороны на сторону Просто прыгать Юки стоять Он еще за совой Погнался Балбес А я все это время Не могу даже Пошевелиться И сейчас Он за совой Видите Сова наверху летит Юки Оставь ту птицу В покое Такой балбес Реально хаска Поведению Прям хаска Хаска и в Африке Хаска блин Эта тварь Просто стихийное Бедствие Знаете На секунду Это подвисание Я испугался Ну Спойлер Нас сейчас Попытаются Того Закарампутать Возможно Даже ногами Эй Юки Непослушный пес Что ты Что Эй Эти два Придурка Сверху Ты достал Собаку Браво Теперь достанем Янки Янки Дудли Эй Юки Иди обратно в поезд Быстро Понял И главное Кит как дура Стоит внизу Ты промахнулся Придурок Она все еще там И собака на свободе Кидай еще один камень Надо покончить с этим Раз и навсегда Она Рывается Плохо Вот в чем дело Тупоголовый Она идет за нашей Слоновой костью Твоей слоновой костью Игорь Быстро хватай Тут камень И вперед Давай Вот серьезно Настолько тупой Мужик Вот такая глупость Вот эти вот двое Это реально Настолько ограниченные Дебилоиды Два блин И сейчас Просто рояль из кустов Ну точнее Истребитель с неба Камикадзе Божественный ветер в атаку Ладно Шучу Он их не убил Но напугал Угадайте кто это Блин Рояль из кустов Буквально Это наш 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 Ну здесь мы Ну не так давайте С топором Без топора она не лезет Мне никак не добраться До первой опоры Слишком уж высоко Только мы добыли Хоть какое-то оружие И мы тут же От него избавляемся Эх Кейт Кейт Кто ж так С топорами То Вау Никогда не думала Что буду делать такое Да Я бы на месте Дэна поостерегся Вы представляете Какая хватка У этой девочки Сейчас Так Где-то тут Надо повернуть В сторону Здесь Тут короче Ползешь Такой пьяной Змеей А Стоп Минутку Здесь разве Хм А мне казалось Слева Хм Ну вот Уже забываю Причем Какого-то четкого пути Просто нет То есть Вообще не видно Я хочу сказать Что тут просто Банально мышкой Наводишься И ищешь вслепую Где тут Можно ползти Где нельзя Я никакой закономерности Не вижу Вот в этом Может я просто Слепой Все Сейчас В сторону Еще раз В сторону Чуть-чуть Вверх И где-то тут Надо уходить Вправо Вот Да Здесь Значит Да Как-то так Все Пошли Читая с какой легкостью Она лезет Простите Марсон Рыбка ускользнула Она Такая скользкая Послушайте Вы должны понять Мистер Марсон У нее все карты И ей помогает Кто-то из местных Кентин Ты ставишь меня В ужасно неловкое положение И семья Кейт Начинает волноваться Если ты не поймаешь Эту девушку У нас будут Очень большие проблемы Это не соседание В пострельбе В Манхэттене Мистер Марсон Передвигаться здесь Можно только верхом По снежным полям Это та деревня Но ее здесь нет Она рехнулась А черт Так Сейчас надо сначала Сагерить Эти двух придурков Вот мы сейчас Сюда бежим Они такие Мау Причем У них там Ганс Форальберг Лежит Если что Боже Ганс на этих санках Если я хочу Перехватить их Мне надо Побыстрее вернуться В поезд Вот Прикол в том Что пешком Она естественно Их догнать не может Поездов прям Очень далеко Так Сейчас мы идем Сначала сюда Сюда мы пока Не идем Я просто Не помню Ноль три Двадцать восемь По-моему Ну ладно Сейчас Короче здесь Нас ждет Наш великий полковник Как его там Освоитель Покоритель космоса И все такое прочее Эй Жопа пьяная Голожопик Голожопик Подъем Просыпайся Эй Просыпайся Храпит Безнадежно В этих наушниках Он никогда Меня не услышит Ну то есть Понятно Да То есть Что тут надо делать Вот здесь У нас есть Крыло Собственно Которое мы В прошлой части Запускали Вот Его надо Включить Потом Подрубаем Вот эту штуку Это все Для отличия Вот эти штуки Для отличия Вот это Вот это Все Это все не работает Видите Здесь ноль 8-8-8-8 Как ни щелкаем Вот эти вот Тумблеры Красный включает Эти ничего не реагирует Но Есть А и Б Берем А Щелк Ноль три Б Щелк Двадцать восемь Если подрубить оба Он начинает глючить Так он тоже глючит Ну понятно Да Ноль три двадцать восемь Все Зафиксировали Ноль три двадцать восемь Теперь соответственно Бежим обратно И вот тут у нас Собственно то место Откуда они приехали Там у нас О чудо Стоит блин радиовышка Ни охраны Ничего Просто вот тут В полях Ну да У нас в России Всегда так Вот То есть что мы Соответственно делаем Опа Ноль Три Двадцать 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 Восемь Подъем Борис Вот И короче Сейчас немножко Для того Чтобы сократить Так сказать Процесс Всего этого безобразия Тут приколюха В чем Ты идешь Ты идешь к Борису Он Ну Вы там С ним немножко Общаетесь И он говорит А там Кейт Вот Здесь такая штука Это Короче говоря Штука Для вызова координат Поворачиваем ее На запад Север Восток Юг Запад Вот На запад Вот Когда ты к нему приходишь Он тебе говорит Там кейт Я тебе помочь не могу Ну там Что там делать Катапульта Бла-бла-бла Могу тебя катапультировать Тужное управление Типа к поеду Сразу Типа что пешком далеко А надо же их догнать Вот И ты такая Блин А как же А координаты нужны Возвращаешься сюда Выставляешь эту антенну Она выдает сначала Координаты крыла Это 20-20 А потом Вот Сейчас Пумс Вот Это 80 То есть 50 60 70 80 И 0 10 20 То есть 80 20 По горизонтали 80 Вертикаль 20 Все Вот так это работает Ничего сложного Но Если вы не знаете Это Ну как бы Как это действует То побегать Тут немножко Все таки придется Потому что Ложные координаты Крыла 20-20 Сначала Вы попробуете Это без вариантов А может Не попробуете Может Вы не такие Тупые Как я Все Возможно Здорово Борис Кейт Уокер Моему летающему Крылу Капут Крыло Бедный Борис Твое Лекающее Крыло В ужасном Сцене Но я Летал Среди Звезд Кейт Не многие Люди Могут Сказать То же Самое Это Да Ганс Фаральберг Похищен Что Два Бандита Похитили Ганса Я иду По их следу Бедный Мистер Фаральберг К сожалению Не думаю Что могу Как-то Помочь Понимаю Я должна Поймать Стих Уродов Любой Ценой Ганс Нездоров Ты знаешь Рад Был бы Помочь Кейт Но я Не знаю Как Поезд Мой поезд У подножия Горы У меня Нет Другого Способа Спуститься Туда И мое Летающее Крыло На ремонте Ну Я никогда Не был Сиден В посадках Ты уверен Что Я не смогу Использовать Твоё Летающее Крыло Да Черт Подери Повери Я знал Что полет Будет Скучным Так что Я нажал На переключатель И включил Катапультирование Возможно Можно Использовать Катапультируемое Кресло Второго Пилота Но Это Делать Вручную Мне Найти Способ Активировать Катапультируемое Кресло Хорошо Я останусь Здесь На всякий Случай Ну То есть Вот Мы Подходим И Здесь Соответственно Ну Помните Да 80 А Еще Низ И 20 Все Полетели Прямо В цель Кейт Ты Призмешься Прямо На Вагонный Ресторан Давай Помогу Тебе С ремнями А суть В том Что Если Ты Вводишь Неправильные Координаты Он Говорит Что Ты Влепишься В Скалу Или Там Это Неправильные Координаты Ну В общем Откуда Он Это Знает Вообще Где-то На этом Моменте Я Обнаружил Что Запись Что Микрофон Не Фурочит Это Было Очень Грустно Хотя Полет На Парашюте Это Конечно Да Клево Клево Да Ёки Ой Ой Счастливый Так Ну И Где Этот Кусок Ржавого Металлолома Так Нам Сюда Который Называется Оскар Блин Эй Бесполезный Автомат О Я его вижу Он торчит В земле Рука Алло Мисс Уокер Это Полковник Емель Емель Вы ведь Помните Из Романсбурга Фигаси Парковник Полковника Конечно Откуда У вас Мой номер Точно Неважно Мисс Уокер Я связался С вами Поскольку Ко мне Прибыл Какой-то Джентльмен Детектив Из Америки Сдавал Мне Разные Вопросы О вас Об этом Поезде О вашем Друге Мистере Фаральберге Разумеется Я ничего Не сказал Но Полковник 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 Вы должны Сдержать Этого Человека Как Угодно Мы Ведь В России Сейчас Зима А Когда Выпадает Снег Время Словно Замедляется Только Чудо Поможет Этому Человеку Найти Вас Мисс Уокер Спасибо Полковник Да Намек Такой Что Типа Полковник Откуда У вас Мой Номер Неважно Так Что Мы Видим Бесполезный Автомат Которого Пина Который Только И может Что Кейт Уокер Отказывать Зато Все Остальные Пинают Его Как Хотят Ну И Памс Памс Тык Пуп И Вот Так Когда С3 Пью С собой Берешь Надо Арт 2 Ди Два Брать Он Б еще Сам Люлей Навалял Всем Че Скажешь Кусок Бесполезного Металла Оскар С тобой Все В Порядке Замерз Это Я Кейт Приветствую Мэм Соберись С духом Нам Нужно Найти Ганса Ганс Ганс Фаральберг Да Оскар Ганса Отбыти Давай Отыщем Следы У нас Но должен быть Какой-то способ Чтоб тебя вылечить Я не знаю Я действительно Не знаю Ганс Я видела Ганса Лежащим на санях Его куда-то везли На снегоходе Его украли Иван Игорь Прости Что не был в состоянии Помочь тебе Кейт Я пытался вмешаться Но этот жирный Гурбьян Применил ко мне Удар кулаком И очутился в снегу Ты сделал все Что мог Теперь нужно сделать Все возможное Чтобы их поймать Миссия Мы абсолютно Обязаны Поймать Стих двух уродов Я бы с радостью Менее чем функционален Ты чувствуешь себя Немного лучше Не совсем Я замерз Думаю да Но ты согреешься Не беспокойся Холод парализовал Мои шестерни Кейт Я надеюсь Что падение моста Не сильно повредил Локомотив Я опасаюсь Наихудшего Кейт Я очень скоро Сюда вернусь Я буду тебя ждать Кейт Короче Тут перевод Кривоватый Но суть такая Что он Он не двигается Его надо По-моему Его надо смазать Или что-то в этом роде Кейт Стих 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 Стих